Чехия, 1307 год. По дороге движется груженый обоз. Его охраняют несколько вооруженных рыцарей. Люди выглядят уставшими, они в пути уже несколько месяцев. Но цель близка. Обоз приближается к замку Гаусска. Замок Гаусска построен в стороне от дорог, в самой чаще непроходимого леса. Массивные крепостные стены закрывают его от внешнего мира. До сих пор не найден ни один документ, объясняющий, для каких целей возведен этот замок. Всегда, когда строили замок, он должен был для чего-то служить. Здесь же не было ни границы, ни торгового пути, ни поселения, от которых замок мог бы получать налоги. Пишут, что здесь были непроходимые леса, которые непригодны даже для охоты. И посреди всего этого построили огромный по тем временам хорошо оборудованный замок. Согласно последним археологическим исследованиям, замок Гаусска был заложен в 70-е годы 13 века. Это был период расцвета ордена тамплиеров. Но доказательств, что они участвовали в строительстве, нет. Замок не был построен для того, чтобы обороняться от чего-то снаружи. Его вызвали, чтобы скрывать то, что хранилось внутри. Это что-то не должно было попасть наружу. Легенды, в которые до сих пор верят местные жители, гласят. Гаусска построен на скале, под которой находится вход в ад. В 9-м столетии под нами треснула земля, и из расщелины на свет Божий начали вырезать адские чудовища. Эту дыру невозможно было засыпать, и поэтому они ее заткнули. Поставили сверху часовню. И часовню эту доверили архангелу Михаилу. Архангелу Михаилу, тому самому, который ведет битву против ангелов, сброшенных с небес в ад. И не только. Архангел Михаил считается одним из покровителей ордена тамплиеров. Возможно, это знак их причастности к тайнам замка Гаусска. Я могу это объяснить так. Ад под замком был придуман церковью для того, чтобы люди боялись этого места и избегали его. С завидной регулярностью появлялись очевидцы, которые рассказывали о встречах с демонами и ведьмами. Легенда оказала нужное влияние. Люди обходили замок стороной. Эту часовню нашли в 1928 году. Часовня была разбита на три этажа. Вся готика, окна и фрески были под фальшивыми стенами. Только благодаря тому, что в 1928 году здесь проводили ремонт, удалось добраться до фресок. Выяснилось, что часовня построена в честь Архангела Михаила. На этой стене он бьется с драконом, который является символом зла не только в христианской мифологии, но и ранее. Дракон олицетворял силы зла в Великой Битве Света и Тьмы. На стенах фрески 13 века. Сюжеты, изображенные на них, далеки от канонических. Драконы, ведьмы и кентавры. В те годы люди рисовали то, что они видели, что было перед глазами. Вот что мы видим на этой фреске. Получеловек, полузверь и с хвостом. А его стрелы направлены в сторону человека. В замке до сих пор люди чувствуют себя неуютно. Под ногами якобы вход в ад, на стенах монстры и чудовища. Немногие знали, что под часовней действительно есть вход в подземное хранилище. Во время Второй мировой войны в замке были нацисты. Почти пять лет они тщательно обследовали замок, искали исчезнувшие сокровища тамплиеров, книги и магические артефакты. Они хранили там не золото, конечно, в своих тамплях, не какие-то там драгоценности в сундуках, как скупой рыцарь. Они хранили там знания, то есть это были большие библиотеки, они хранили там артефакты какие-то. Все сведения о пребывании спецподразделений Третьего рейха в Гаусска до сих пор засекречены. Точно неизвестно, найден ли вход в подземную сокровищницу. И если да, то какие именно артефакты попали в руки нацистов? Госпожа Силфстед, американский историк, получила доступ к архиву в Москве. Четыре года она работала там и выяснила, что эта операция называлась Бургундцвай. Конкретно здесь, в Гаусске, хранилась вся еврейская библиотека, включая Кабалу, вся оккультная литература вплоть до Египта.